Стационарные посты ДПС в Забайкалье переведены на усиленный вариант работы. Теперь водителей там могут встретить не только инспекторы ГИБДД, но и кинолог с собакой, даже спецназ. На службе уши, лапы, нос. Четвероногая леди уже не раз помогала своему коллеге раскрывать преступления. Теперь ей предстоит дежурить вместе с сотрудниками ДПС на стационарных постах, через которые в сутки в среднем проходят несколько сотен автомобилей, в том числе из других регионов. И нередко водители используют транспорт в преступных целях. Вводя действия требуется помощь кинологов. Собака может помочь найти как взрывчатые вещества, так и наркотические вещества. Также иногда перед постами бросает автотранспорт и убегает подозреваемым в угоне и тому подобное. И также собачка можно применить на пояс этого человека. Кроме инспекторов-кинологов, круглосуточно на стационарных постах ДПС также будут дежурить сотрудники специального отряда быстрого реагирования и ОМОНа, которые в случае осложнения обстановки смогут оказать силовую поддержку. Ведь инспекторы ДПС не всегда могут предугадать, что их ждет по ту сторону лобового стекла. Кроме того, что они несут службу на социальных постах, они имеют возможность быть мобильными и выдвигаться в места объезда, которые существуют вблизи социальных постов. Значит, данная мера будет принята до того времени, пока не будет установлена система видеонаблюдения проходящих транспортных средств. С возможностью выявления административных правонарушений. В скором времени стационарные посты ДПС будут иметь прямой доступ к информационным базам ГИБДД, а значит, инспекторы смогут гораздо быстрее, например, выявлять неплательщиков штрафов, а также тех, кто садится за руль без прав. Также мобильный пост ДПС теперь работает и на трассе Иркутск-Чита. Так что все федеральные автодороги вблизи Читы находятся под особым контролем. Юлия Бабкина, Евгений Жеребцов. Специально для программы Вести Чита.